Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Здесь мы общаемся на разные темы с людьми, которые родились и выросли за границей, но переехали жить в Россию. Почему? Расскажут они сами. Мирка Дзага, шеф-повар и телеведущий «Италия». 22 года назад получил приглашение на работу от Аркадия Новикова, изменившее его жизнь. Отказался от Нью-Йорка ради Москвы и не прогадал. За эти годы Мирка построил головокружительную карьеру и даже стал членом гильдии шеф-поваров России. Объехал десятки городов от Мурманска до Камчатки. Обожает квас и свою жену. Русскую красавицу Наталью. Почему он так сказал? Я не понимаю. Я тоже не понимаю, откуда вообще это взяли. Хочу начать с интересного момента. Если твое имя ввести в поисковик, то первая фраза, которая выходит, самый русский итальянский шеф. Ты вообще согласен с этим титулом? Не знаю. Вот я хотела у тебя спросить. Ну, я думаю, это как я его разработал на время, но через вот, потому что я здесь с 2001 года. Тебя еще не было в этом мире, но я уже был здесь в Москве. Там, в 2001 году. Честно, у меня была очень интересная история. Ну, наверное, не знаю, читал, не читал. Я должен ехать работать в Америку, в Нью-Йорке. И у меня уже был контракт почти готов. Потом меня приглашали сюда. Я уже с Новиков договорил, я делал дегустацию. Вроде дегустация неплохо прошла, если я еще здесь сниму. И потом, когда я уже вернулся в Виталию, взять все свои вещи, меня пришел контракт из Нью-Йорка. И, естественно, я отказал, потому что уже договорились здесь. И при этом я знаю, что твои друзья сказали тебе, что ты крэйзи, когда ты отказался от контракта в Нью-Йорке. Да, ну, меня сумасшедшие уже не первый раз вызывают, поэтому... Ну, я такой человек, который всегда все выборы делит так, ну, через ощущения. Может быть, иногда план бизнеса – это совсем плохо, ну, я как-то спокойно. Договорились с Новиковым, я видел, что здесь был, я чувствовал, возможно, это было в 2001 году, что там, здесь была перспектива. В принципе, я даже сегодня, в такой не самые лучшие времена нашей жизни, пока не жалею. А это были ощущения только перспективы, или все-таки вот чем-то еще Россия тебя зацепила? Ну, смотрите, меня, когда я был совсем ребенок, я был фанат Казмонавта. Я уже знал Юрия Гагарина, его история, то все, почему? Потому что у меня была бабушка немка из ГДР, поэтому все равно вот эта сторона меня что-то по жизни тянуло сюда. Я помню, я еще был коллекционером, ну, как называется, стампи, да, которые на... Марке. Марке, которые на... И там меня возили очень много марки отсюда. Поэтому всегда меня был интересен этот мир, тем более, этот мир был достаточно закрытый. Я родился на... когда была холодная война, ну, 71-й год году. А ты вот, когда приехал в Россию, ты чувствовал себя иностранцем или, в принципе, тебя везде воспринимали как своего? Не, ну, я себя чувствовал иностранец, конечно, сначала, потому что язык меня ничего не понятно. Поэтому, в первую очередь, я пытался учить язык, потому что это очень сложно. Это понятно, я там готовлю еду, но надо все равно показать, объяснить. Есть тоже 2-3 анекдоты, один смешной, когда я там, я как раз по поводу злого вода, когда мне нужно там молоко на кухне, я начинаю латте, реакционол, милк, лече, ле, я там разговариваю по-французски, немножко по-испански, 2-3 слова по-немецки и английски разговариваю, поэтому как, ну, а русский я не знал. Потом я вспомнил слово вода, я начинаю, вода, му, му, и меня дали молоко. И так я ушел русский здесь, конечно, сначала я себя чувствую и на самом, поэтому, потому что, ну, нет кому 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 коммуникация, потом все равно, как ни крути, был другой мир, поэтому, конечно, это сложно сразу себя чувствовать, как дома, я думаю. Ты знаешь, просто в России, на самом деле, живет около 200 национальностей, и вообще, как мне кажется, наши люди не воспринимают других людей, как будто это иностранцы. Но чтобы это проверить, мы пошли на улицу и показали твое фото просто вот случайным людям на улице и решили у них спросить, а как вы считаете, кто этот человек по национальности? и я хочу тебе вот, собственно... карват отдадут там. Давай посмотрим. Давай. Нажимай сюда play. Как вы думаете, какой национальности этот человек? Ну, я бы сказала француз. Француз, хорошо. Русский, но с каких-то там с севера. Шведов. Кажется, итальянец или грузин. Какой мужчина. Я думаю, что он скандинавской страны, может быть, датчанин или норвежец? Ну, я человек мира оказал там. Ну, честно, я работал, ну, поработал, я буду шесть, просто. Я работал шесть лет в Вицарии, я в Германии работал, я в Испании. И везде я как адаптеры. Страна, я когда работал в Испании, меня там путали на испанец. Поэтому, ну, есть такое, я не знаю, как это со мной пройдет, я, может быть, меняю, как минимум, меня в Италии называют, просто, вызывает русский. Ну, да, ты похож на русский. Ну, я не знаю, датский, вот эти северные, я не знаю. Русский, но у нас каких-то северных народов, кавказских. и на север, север, и кавказский, поэтому, как это, ну, одна девушка угадала итальянский, ну, это правда, да. А скажи, когда ты только переехал, у себя были какие-то трудности в общении с русскими? Или, может, ты к чему-то привыкнуть не мог? Не, ну, конечно, нет, но трудности... Ну, помимо языка. Я считаю, что мы люди, да, если мы не можем общаться, это сложно, это все равно, там, коммуникация, между нами, в первую очередь, идет через разговор, поэтому это, для меня язык был очень такой, достаточно барьер. А люди, я считаю, люди, и всегда по жизни, везде есть хорошие, есть плохие, есть с кем тебе более комфортно, есть с кем тебе менее комфортно. Поэтому это меня, с этого плана, я себя не чувствую иностранным здесь, потому что я вокруг себя уже нашел люди, которые мне с ними было комфортно. И для меня, что они были русские, или грузинские, или абказские, это меня как не мешало. Я сразу говорю, здесь будет сложно жить, потому что там это все равно все новое, и тем более я практически, ну, жизнеповарь, это что такое, ну, пол дня больше закрыты на кухне, около плита, поэтому там, и они везде в мире практически одинаковые, жарко везде, там суета везде, поэтому как сильно, это микромир, кулинарный, сильно не меняется. Мне вот интересен такой момент, у тебя кто-то из твоих знакомых спрашивал про какие-то такие банальные стереотипы о России, ну, условно, Мирка, скажи, а правда, что в России медведи ходят по улице? Ну, есть, он знает, меня даже до того-то приходить сюда, Россия был уходим из кризиса, да, из 98-го года кризиса, и меня кто-то сказал, там тебя обманывают, там, конечно, когда, везде, когда ты не знаешь, есть такой стереотипный. При этом я как пиарщик, я уже 10 лет занимаюсь пиаром, я прекрасно понимаю, как создаются те или иные стереотипы, или клише, другими словами, о странах, народах и людях, в том числе. Русский, что, водка, пьет водка, там, есть икра, там, у нас был такой, когда я был ребенком, был такой, коммунист, да, коммунист, едят дети, да, да, там, там, а я всегда такой человек, упертый, что я хочу, что, своя башка, там попасть, поэтому у меня, и обычно всегда жизни, все, что меня скажут, я все слишу, все абсолютно слишу, и потом делю по-своему. И тем не менее, у нас в стране, у людей тоже есть стереотипы, клише об Италии. И мы решили узнать, макароны, мы там едим макароны, с утра до вечера, это, в общем, мы вышли опять-таки на улицу, поем там постоянно, там, вот послушай, что они говорят, расскажи, где правда, где неправда. В Италии это рай. Итальянцы очень ленивые, все мы знаем их сиесту, в России люди работают, а в Италии живут. Там вкусная паста, долгие обеды у них, я знаю, что там буквально чуть ли не 2,5, даже больше часов. Кофе, эспрессо, только и только ты там вот должен взять, вы выпить, никаких с собой. В Италии самая низкая рождаемость, в принципе, в мире. Они очень романтичные натуры, но как бы на серьезные отношения мало кто намерен. Итальянцы любят вино, и то, что они очень эмоциональные все, они прям эмоции. Они жестикулируют, они очень часто жестикулируют. Неправда, мы жестикулируем, почему он так сказал, я не понимаю. Я тоже не понимаю, откуда вообще это взяли? Откуда это, я не понимаю, мы правда, мы с руками разговариваем, но нет. Самые спокойные люди просто. Не, ну конечно, есть, ну девушка, наверное, был там итальянец и не прошел все хорошо, потому что она там прямо такой. Не, ну есть какие-то кофе, обед, ну есть какие-то стереотипные, которые там, потому что он сказал, это итальянские ленивые, да, ну я тоже по-русски знаю, очень ленивые, но это, я думаю, не все ленивые. Потом как, это даже, это мир, юга мира, юга, где солнце, где там, люди чуть более ленивые, везде, почему-то, и в России, то тоже, на юг чуть-то они более спокойные, более, в Москве все бешеные, все бегут, все суета, все друг друга пытаются покушать, потому что это столица. В Италии тоже, в Рим, они себя считают самые лучшие, самые крутые, самые умные. поэтому, это, я думаю, такой, в Мезускошке, болезненная страница, что если, если ты, ты родился в столице, конечно, ты уже и так крутой. Я родился на маленький город, поэтому я не крутой, там я. А русские вообще похожи с итальянцами? Ну, не, ну, что-то похожи, я, я, я думаю, да, потому что там все равно, например, я из-за гора Валядаоста, да, это север, а там люди чуть более скрыты, почему, потому что холодно, это, это опять, от природы, южные люди более открыты, более, где холод, люди более такой, все равно, закрыты, они закрыты дома, то все, и по характеру, а северные, они чуть более закрыты. Русские тоже. Русские сначала, он не прямо открытый, но когда он тебя принимает, он очень дает все в себя. И я думаю, и так же, и транс. Но если говорить о каких-то профессиональных качествах, русские вообще отличаются от других национальностей? То есть мы, например, условно, очень часто говорят, русские все делают на авось. Вот это, ну, как-нибудь, ну, пойдет и так. Не, смотри, я работал с французами, французами по коже на итальянском, чуть бардакисты, русские тоже по коже. Свитцарские или немцы, они более четкие, прямо в машине там. Я взял от свитцарских немцев организацию, от французских я взял историю кухни, вкус, понятие вкус, а италия, я взял подход к продукту, к блюду. Не обязательно надо его готовить, не обязательно борщ должен быть всегда так, да, а может быть и так, или и так. А русские, это для меня было как не знакомо, кухня, да, совсем. Для меня было все новое, но я что знал. Блины, которые, оказалось, мы называем блины, это оладьи, даже неправильно называют. Вы котлеты, называют котлеты, для нас котлеты, это немножко другой, икра, ну икра, водка. Водка, почему-то у нас тоже был такой стереотип, что это вот это десилляция из картофеля. Не, все-таки, вот смотри, ты говоришь, я взял от Швейцарии систему управления, из Франции взял вкусы, ну не так вкус, а история, историю, да, историю, базы. Из Италии я взял продукты, а из России? И вкус, вот, из России тоже взял культуру, еда, это культура, да, ваша историческая культура, например, здесь очень, я что, большая культура супов, для русских человек, даже суп, это такой, это очень важная пища. Я всегда говорю о квасе, вот, по квасу, может быть, в Италии я скучаю, потому что нету такой напитка, и для меня, я живу на горах, а там у нас тоже только черный хлеб, поэтому для меня это такой мозговой срыв, что здесь придумали такой, от хлеба напитка, еще, шаг, еще вперед, от этого напитка суп, окрошка, это просто, это просто как по моей культуре, по моему вкусу, мы его не можем придумывать, потому что у нас нету. А нравится окрошка вообще? я обожаю и окрошка, и квас, поэтому, наверное, я о квас говорил. Наверное, просто ты уже обрусел. сейчас я предлагаю тебе проверить, насколько хорошо ты знаешь русский язык и насколько ты хорошо понимаешь фразеологизмы. Это уже сложно, потому что я не полчаса курса русский сделали на эти два цели, я как тарзан, я там, у меня очень хорошая память звуковой, поэтому я все учил через звук. Итак, как ты знаешь, у нас есть суп борщ, что означает выражение переборщить? Ой, переборщить, ну, переборщить это как делить ну, чересчур что-то. Правильно? Да. Правильно, так и есть. Чересчур. У меня есть друг, который его, который фанат борщ, который даже в Италии, мы отдыхали, русский, мы отдыхали вместе на юге Италии, присылает Юг Италия, Бапуля, 36 градусов в тене, жара просто сумасшедшая. И он на обед просит, жена варит борщ. Он, он стоит, мы там не дома, там, а, там, стол был на улице, там, как правильно, хлеб, чеснок, прямо, такой салон, не нашли, он там есть, купальник, он такой, никуда еще был, там, прямо, все потно, прямо, течет, прямо, как дождь. Когда есть, я еще начинаю в гимнерус, в каких случаях русские говорят мухи отдельно, котлеты отдельно? Ну, это, ну, это как хорошие вещи, в одну сторону и плохие, в другую, в другую, правильно? То не смешайте. Ну, практически, когда о несопоставимых друг с другом вещах говорят. это как, ну, у нас говорят, не смешать шоколад с какашкой, потому что цвет одинаковый, ну. Еще один фразеологист, который, мне кажется, тоже должен быть тебе знаком, потому что у тебя есть дети, и они росли здесь, есть такое выражение ходить на голове. Что оно означает? Ну, ну, ходить наоборот, так, ну, руки вниз. Ну, да, на голове, вот что оно означает? Ну, что ходить, не совсем правильно, опять, перемыслить, передумать, нет? Есть такое выражение встать с ног на голову, или там встало все с ног на голову. Это вот то, о чем ты говоришь. что-то не... Ходить на голове. Дети, как начинают, как по-своему что-то сделают, они излишне родители, наверное, привязаны, да? Ходить на голове это беситься. ну. То есть, когда дети играются, бесятся, говорят, что вы там ходите? Ну, в принципе, в смысле одно и то же, что там перемудрить, пере... Да, а в Италии есть такое? Ну, когда... как... именно так же перевод нет, а так... такое слово, которое похоже, наверное, есть, но именно не привязывается голова вверх. Ну, раз мы уже начали сравнивать Россию и Италию, предлагаю продолжить. Пожалуйста. Италии практически ежедневно пьют вино. За обедом, за ужином, по бокальчику. приблизительно. Ну, так как... Один бокал красного вино во время пищи, это, наоборот, полезно для крови. Ну, вот в России, если начинаешь пить каждый день вино, это уже первая стадия алкоголизма. В России немножко все по-другому. Люди воспринимают алкогол. Первое. В Италии мы едим и запиваем. А в России пьют и закусывают. Это разные вещи. Это просто я здесь еще, у меня были такие... Я, когда работал в Свейцарии, представляете, в конце дня все персонал отдали один сэндвич. Ну, мы готовили сэндвич, и там было пиво. И отдали пиво покушать. Я, когда пришел сюда, в Россию, также предлагал дар персонал такой. Можно, как там, в конце дня мы делим там и просто люди работают допоздна. Мне сказали, ты что, с умася? ты начинаешь наливать и все. И, конечно, с моих 22 года опыт здесь, конечно, если немножко с русским человеком, с алкоголем есть чуть-чуть проблем, как еще. И почему-то там быстрее опинивают, чем итальянцы. Я не... Быстрее. Я сказал, что это привязано с организмом, то все, я не знаю. Ну, ты знаешь, мне кажется, повар, это же еще и про некое видение красоты. Ну, сейчас, да. А когда я пришел сюда, в Россию, тоже был такой странный. Повар, это как, ну, какой-то не дурачок, там, если на руку проправиться. Не годится. У нас раньше было такое выражение, даже в России, если вдруг никуда не сможешь поступить, пойдет на повара. А странно, то шеф-повар, наоборот, я тоже, меня был непривычный, его как приняли, не знаю, как цар, как бог, там, для меня были непривычные. Я всегда всем свои сказали, я когда работал на два звезда Michelin, ресторан, в конце дня, мы полипали, помили, суши, все, и как, это, здесь, как шеф, был такой, а повар, какой-то, а, а я сказал, блин, ну, рано или поздно, может, повар становится, становится шеф, тогда он не совсем дурак, если там, так потом относится к шеф-шеф-повару. Естественно, менял, тут тоже отношение кухни, к шеф-повару, но в течение 20 лет. Сейчас, ну, русские, они известны, они и мировой известны, и, и это хорошо. Ну, вот, что касается кухни, ресторанного бизнеса, я здесь абсолютно согласна, что действительно мы вышли на какой-то другой уровень, в некоторых вопросах, мне кажется, московские рестораны, даже многие мировые какие-то кухни переплюнули. Но мне еще интересно с точки зрения обычной жизни людей, вот, то, как они выглядят, потому что, когда приезжаешь в Италию, создается полное ощущение, что все такие стильные, красивые, и вообще, что у итальянцев вкус именно такой красоте, он как будто с молоком матери. Ну, смотри, откуда Италия, сколько Италия старая, откуда, от Римской империи, еще греческие, греки были до Римской империи, все равно такой, достаточно большая история. Насмотренность такая. И все эти поколения растили, ну, все равно на красоте. И поэтому, как, ну, все вот эти искусства, ну, писатель, там, Леонардо да Винчи, Микеланджиус, все равно у нас как... в России, конечно, с этим было достаточно сложно. В какой-то период вообще... Меньше, да. И даже... Серые дома, серая природа. кто его сделали. Итальяне все равно. Питер, все это, архитектура, откуда взяли, все равно... Ну, все еще... А сейчас какие-то идут перемены. Вот ты 20 лет назад приехал, и сейчас. Люди стали выглядеть по-другому? Что вообще? Вот на твое видение именно, как итальянца? Первый мир в то время открылся, да, русский мир. Прямо... Даже когда я пришел в 2001, меня сказали, Виталий, мне сказали, ты зачем туда, как-то то все... А потом, после 5-6 лет, в Италии было... Были очень много русских туристов. Поэтому, как они там ходили, смотрели в мир, впитывали все, и по кухне, и по искусству, и по культуре. Ну, я сказал, вот это образец такси, это пример, это очень большой. Здесь реально менял. Виталий не так сильно менял, как менял здесь. Поэтому, как-то... Ну, конечно, и поколение, которое... Меня 52, уже... Ну, я не совсем такой молодежь. Правильно? Здесь уже как другие поколения, которые, может быть, меня сложно понять. А давай попробуем сравнить сферы жизни в России и в Италии, но с точки зрения оценок. То есть, будем ставить оценки от 1 до 5 баллов по разным категориям жизни. Оценка тоже меня интересна. Знаешь, что в Италии 1 до 10. А в России 1 до 5? Я знаю, когда меня сказали 5, у меня были вообще 5, это... Ну, это ниже, чем... Еле-еле. хочешь, давай до 10. Попробуй. просто, я тебе просто прикалываю, меня когда... Людей сказал, ой, 5, 5, 7, совсем бизнесмен. Честно, я хотел, что и везде бизнес был лучше, более этичный. Здесь, да, сейчас опять мы пойдем на скользкие территории. Начали, это по моей сфере, производить продукты, начинать копать земля после первой санкции. До этого какой бизнес по-русски? Покупает, наценка, продавает. Ну, здесь такой, конечно, для меня это не бизнес. Конечно, я хотел бы, что это было правильный бизнес. В Италии бизнес, да, жалюсь на черные иммигранты, которые придут, да, а потом их использовать, не платить и на их на коже делить бизнес. Это тоже для меня не бизнес. Поэтому я хотел бы, что это везде бизнес был лучше. Поэтому, как тройка и там, и там, честно. Образование здесь и в Италии? У нас до университета 13 класс. И первый класс начинает один год позже, чем наша. Ну, кончится один год раньше. у вас 18 лет, человек готов ехать к университету. У нас 19. Идет школа 7, у нас 6. Где лучше? У меня, например, подруга уехала учиться в Италию. Она поступила и стала там учиться, точнее, на бухгалтера. И она говорит, что та математика, которую им преподают в университете, она, это та математика, которую мы проходили в школе. И она поэтому там супер-отличница. Она говорит, мне все супер-просто дается, потому что наша программа, да, потому что наша программа сложнее, и она уже все это выучила еще в школе. Может быть, но в принципе по мировой, да, если мы, я просто сейчас недавно столкнулся, университет, да, какой самый лучший в мире. Итальянский, они есть, ну, на первые 20 минут, потому что все в Англии, Америка, потом понятно, кто их делили, кто их не делили, это, естественно, если делили американский, понятно, да. Сделали бы итальянцы, итальянские бы были. Я знаю, что наша университет не плохая, Виталия, и я знаю, что в России есть очень хороший тот же университет. Если говорить о доступности и качестве медицины в Италии и в России, какие оценки поставим? Двойка, а Виталия, конечно, четвертый. Я просто живу на один регион, небольшой город, поэтому у нас медицина хорошая, потому что мы не так много людей, и у нас медицина была хорошая. Когда я пришел сюда, конечно, у меня есть неприятные там примеры, как-то приятные взятки медсестра, что она тебе... Для меня Виталия, это как когда-то и полиция дали, для меня Виталия, это... Ты, Виталия, не можешь предлагать деньги, даже если ты виноват, это все, кроме этого. Ты умоляет, так, но не предлагает деньги. все равно как-то... Я считаю, просто опять, я живу на хорошей регионе, ну, в Мезускошке богатый регион, и это вот это социальный пакет очень хороший. А социальный пакет, он... Это платная страховка вся включает? Нет, 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 нет. Бесплатная для всех. Это бесплатно, да, да. конечно, здесь пока еще немножко чуть-чуть злобее, чем в Италии. Потом опять смотреть, где. Я знаю, в Италии есть места, где полный бардак, тоже. Если говорить об общем уровне комфорта в России и в Италии. Тоже. Опять, в России и в Москве это для меня это всегда разные места. Про Россию. Ну, разные места. Я просто был в разных городах, конечно, уровень жизни отличает. В Москве там есть все, все красиво, там есть все, а других городов немножко чуть попроще. И жизни, и люди, и все вот эти и соцпакет, как-то все равно в Италии там такой опять, где я живу, уровень жизни я считаю немножко лучше, среднее. Ну, обычный человек. Я для себя делаю вывод, что для вас Италия практически по всем показателям является лучше России. И как бы остается один вопрос. Ну, нет. Почему вы в России? Это что? И за денег? Я чувствую, я отвечал, меня сейчас сын и жена здесь. То есть, она не хочет переезжать? Во, она чуть сложно. Мы отдыхаем в Италии, но она не разговаривает по-итальянски, поэтому жить в Италии все равно более сложно. А я часто летаю в Италии. Сейчас, конечно, менее часто. До ковида раз в месяц я летал в Италии. Мы тоже летали постоянно. в Италии. но я раз в месяц. Я могу сказать, что моя зарплата летела. Реально. Конечно, сейчас ситуация сложная. Все равно как-то будущее, сегодняшнее, будущее меня очень сложно. Смотри, думать через три года, через пять лет. Мирка, очень хотелось бы поговорить немного про личное. Пожар. Ты женат на русской женщине? Я еще не женат, если что. ты живешь? Не потому что я не наношу к отцу, потому что я всегда говорю, я себя как представляю, я разведен не женатый, потому что с первой мамой моя дочка тоже не женатый. Ну, как дочка имеет моя фамилия и сын, но мы не женили, но мы разошли, поэтому это тоже меня дает вопрос, как сложно, потому что я как разведенный человек. Почему ты не женишься для женщин, особенно для русских, это ведь очень важно? Сейчас уже вся страна скажу, я этот год, нет, этот год, это прошлый год делали предложение моей девушке, которая сейчас, и мы сейчас смотрим либо этот год, либо следующий год будем подписывать и кольцо будут одевать наконец-то. А есть разница между русской женщиной и итальянской? Есть разница как с людьми, я думаю, есть, конечно. Но ты встречался и с итальянкой, и с русской, в бытовом плане может быть, есть отличный. иметь разный характер. Русские женщины очень ответственны. Ну, по моему опыту, может быть, по работе, потому что по работе первые годы встречал много женщин, которые работали, обычно, разведенные, с ребенком, и как тянули, держали все семьи сами, мужа. А у меня там были повара, которые постоянные. И поэтому как на мужик немножко меня как-то более такие. Поэтому я считаю, что она сильная. Все равно сильная. Тем более здесь какие-то работы, которые даже в Италии, например, трамвай, автобусы. Я видел женщин в Италии практически никогда. Малярка тоже самое. Наоборот, это очень аккуратная работа, и больше всего только женщины почему-то занимают. Поэтому они, конечно, отличают. Я не знаю, может быть, итальянские женщины более ревнивы. Вот это может быть, есть. Но опять это сложно сказать, потому что все ревнивы. Ну смотри, мне интересен именно твой опыт персональный. Вот я скажу, опять опыт с девушкой. Может быть, это самое большое отличие, что там все равно как-то они очень ответственны, там не так ревнивы. Все люди разные, не только женщины и мужики. Даже, может быть, мужики больше отличают. Русские, да, русские более закрыты, более скромные. Русские мужики. Более все равно намного менее эмоциональны, итальянец. А еще говорят, что итальянцы мужчины очень жадные. Согласен с этим? Это, честно, я столкнул опять. Здесь как-то наоборот. Я очень много русских, и мужики не девушки, а мужики. Такой более жадненький. Я сам не жадный, потому что никогда денег не будет, потому что русский человек больше я ассоциирую бизнесом, чем итальянец. На этом меня почему-то русский похоже на американский, я особенно не знаю. Просто вот это бизнес, это у нас не такой. Ведь там русский хорошо считает, итальянцы креново считают, правильно. Да, есть один маленький но. Например, опять, у меня опыт в ресторан, чайви. Итальянцы никогда не ставлю чайви. Вот это есть, эта культура вообще у нас чайви ноль. Просто я работаю в Витсарии, я уже так познакомился культура чай здесь. Вот это однозначно итальянские более жадные. Ну, а я просто столкнулась, знаешь, с чем? Я прилетела на остров Искья, это недалеко от Капри. У меня там живут друзья. И семейная пара, и значит, вот мужчина рассказывает, у него друг итальянец, ему очень понравилась русская девушка, которая приехала туда то ли отдыхать, то ли какие-то лечение, там же очень много минеральных вод. И он спрашивает у своего русского друга, как мне пригласить ее на свидание. Она мне вот очень понравилась, он говорит, слушай, ну, пригласи ее в кафе, подари цветов. он, значит, ну, сделал все как полагается, приходит на следующий день, говорит, слушай, она вот даже не поцеловала меня, и теперь я ей пишу, она мне не отвечает. Он говорит, подожди, а куда ты ее сводил? Он говорит, ну, как, ну, там, в пиццерию сводил ее. Он говорит, подожди, какая пиццерия? Я же тебе сказала, в ресторан. В ресторан. Русскую нужно везти. Я в ресторан. Он говорит, да какая разница? Он говорит, как это, большая разница? Это цветы ты ей какие подарил? Ну, парочку. Розу одну, говорит, в целлофановом. понятно, это уже как немножко... Ну, почему она тебе больше не отвечает, он говорит. Не, ну, это, конечно, такой, ну, ручок, потому что, ну, ты как даже меня не целовал? Первое, это первое свидание, почему она тебя должна целовать? Начинаем об этом. А он ему еще говорит, послушай, если она тебя даже не поцеловала, значит, женщина хорошая. правильно. если первое свидание, это может быть, если что-то есть... А для итальянцев это не так, я насколько понимаю. Ну, смотри, опять, какой-то итальянец, просто если я делю свидание с девушкой и на первый вечер хочу, требую, чтобы она меня целовала, я не хочу девушку, я хочу покупать девушку. Это надо вызывать вещи, как есть, но свое имя, тогда это немножко, это другое. Мирка, но у меня есть три вопроса финальных, которые я задаю всем своим гостям. Три главных качества русской души. Три, ну, вот это, он большой, он, он, я когда рассказывал, когда люди знакомят, раскроются, они тебе отдадут все себя, русский, почему, есть такой, все поговорки, да, не просто так, они, есть такой, русский, душа, это, ну, большой, добрый, поэтому, вот это, есть, естественно, добрый, такой, но, если душа, не злопамять, наверное, так. Три вещи в России, к которым ты не можешь привыкнуть? Я, честно, в жизни меня показал, я ненавидел каша, каша, для меня была непонятная пища, вообще, я там, а сейчас меня по жизни, недавно, пришел его потребить, и я уже его начали любить, поэтому, сложно сказать, что ты там, я еще, именно план еда, да, понимаю, но, вот, небольшой фанат, ну, как черемша, у меня соленья черемша, или чрезнок, салоне, я обожаю чрезнок, но салоне чрезнок, сложнее, его, как, воспринимать, который, из характера, какой-то, какой-то, типаж русский, да, вот это, я хочу, меня немножко, иногда бесит. Что это значит? я плачу, да, я хочу, а, ну, я плачу, почему нельзя меня, я плачу, но это не все, не все жизни вокруг деньги, потому что у меня есть даже очень хороший друг, который я всему как спорил на это, как, ну, а почему, а что, ну, я плачу, может быть, нельзя, это деньги не все покупают, иногда есть такой, вот это, тем более, сейчас меньше, первые годы мы были, просто опять, я с ресторан, привязанный мир, да, я хочу так, я хочу так, и вот это, у меня вот это, когда я хочу, у меня уже немножко, ну, как, ну, пожалуйста, то, это немножко со мной лучше с работы, и будет бесплатно. Как ты считаешь, что русскому нужно для счастья? Ну, как, я думаю, для итальянцев, и для всех, для китайцев, для, что его микромир был, был хороший, был созданный, был, был, был хороший. Если я даю любви, естественно, и мне нужно получать любви, или как, мы, люди созданы так, поэтому мы как, и не живем, поэтому не только для русских, это, я думаю, для любой человека, доброта, она или поздно спасает мир. Спасибо тебе большое, мне кажется, это прям шикарное окончание нашего интервью. Спасибо. Спасибо, спасибо тебе. А я напомню, это был проект Мы и они, и я его автор Мария Шахла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. И помните, хорошо там, где мы есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok